друзья всем привет вы на канале поиск монеты кладов сегодня у нас очередной выезд нахожусь сегодня очень интересном месте посмотрите за моей спиной располагается гора на которой 18 19 веке располагался военный укрепительный пункт так называемый редут это был один из почти крайних пунктов сибирской иртырской линии на которой несли службу военные несли службу казаки сегодня друзья я покопаю посмотрим что нам удастся найти на этом месте я уже был несколько раз место это уже копаная перекопанная уже на 100 рядов но постоянно перепахивается и находки выскакивают нет нет да появится так что друзья лайки комментарии как обычно подписка не забывайте чтобы не пропустить новые ролики но мы начинаем как я в том году здесь ходил не понимаю первый сигнал друзья кругляш кругляш какой-то дыркой что какая-то дырка в монете пробил кто-то слушайте это опять китайская я уже находил такую это не империя я к сожалению даже мне писали в комментариях что это за династия но я не запомнил сейчас я пошоркаю аккуратненько да это оказалось китайская монетка к сожалению не знаю я ни номинала ни династию но китайские иероглифы год тоже не знаю мне писали в комментариях я такие штуки 4 находил наверно уже вот такая вот монетка интересная китайские военнопленные был скорее всего здесь такие вот монетки рекомендую проверенный интернет магазин антиквар 32 магазин на рынке более 10 лет и является одним из крупнейших магазинов поисковой техники в россии и снг магазин с огромным выбором поисковой техники начиная от детских заканчивая профессиональными металлоискателями товары известных брендов по выгодной низкой цене гарет а к xp фишер и многие другие интернет магазин предоставляет широкий спектр катушек запчастей аксессуаров для поисковой техники любого производителя кроме того в магазине действует система трейдин у вас есть возможность обменять свой старый металлоискатель на новый а при заказе введите промокод поиск монеты кладов и получить гарантированную скидку или подарок если ты хочешь приобрести качественный проверенный металлоискатель то тебе в магазин антиквар 32 и ни один клад от тебя не ускользнет здесь блин камни сложно копать как тут пашут я вообще не представляю лопата не идет сигналы откинул оказывается и вижу вот она что-то кругленькая но это не монета это не монета оказалось потому что не круглая какая-то эллиптическая это пуговица на это пуговка 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 давайте помоем и сейчас посмотрим оказалось это пуговица царская к сожалению она без надписей внутри нет надписей но ушко целое это хорошо двуглавый орел их много разновидностей даже позолоченные но это простая обычная солдатская скорее всего от формы хочу таких насобирать штук десять и себе на такую форму приделать думаю будет прикольно ладно продолжаем дальше очередной монитосик лежит в отвале рядом посмотрите вот такие борсучий норы или леса может быть мышей вытаскивала но огромная яма кто-то копал барсук тоже монеты ищет вот такая монетка это николайская копеечка николая но вот так она выглядит помытый чистенько ровно рельефное кстати обычно они убитые ушатанные но здесь ничего нормально нашел друзья сигнальчик еле его выцепил тут земля очень твердая оба на уже не надо искать разломе разломе в разломе у нас монетка и так чего у нас здесь судя по всему это екатерина маленькая значит что это у нас полушка оба на до полушечка конь смотрите конь ну как по научному георгий победоносец садник по-другому называют так колованская медь полушка это надо помыть ее полушка 1780 какой-то год непонятно надо вычищать аккуратненько смотреть колованская медь такой маленький крестик выбыл сломанный жалко ну крестик берем тоже находочка сам редут само военное укрепление расположено в кустах там сейчас не представляется возможным походить только весной можно кое-где вот такая сейчас непровозная трава здесь растет а сами камни валуны сама насыпь где-то вот здесь я в том году находил ее ну тут вообще не походишь огромная чища растет что никак не пройти это вот здесь я камень видел огромный камень он под теми кустами сейчас я поближе унеси у граница редута и пошла 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 линия туда вот так ров такой огромный идет и насыпь и туда выше на саму сопку самой вершине сопки но я копаю уже чуть пониже здесь тут вообще нереально ходить посмотрите вот такая чища растет непролазная вообще тут невозможно ходить копнул сигнал смотрите какая шайба лежит здоровая монета я откинул ее но еще не не смотрел давайте вместе посмотрим что у нас тут за монетка на крупняк давненько крупника не было в этом году у нас земля рассыпчатая хорошая здесь так гурт посмотрим сейчас ну гурта нету шнуровидного значит это что-то пораньше что вообще ничего не пойму рельеф какой-то лысый где надпись это а вот надпись проявляется зеленая 3 копейки серебром так давайте протру и водичка сейчас посмотрим три копейки 1846 то ли 45 год надо отмачивать непонятно сузунский монетный двор не екатеринбургский вензель николая но более-менее хороший обычно они затертые почему-то это нормально слава богу хотя бы осенью поеду потом в тот лог там стояла мельница в том году я там копал уже посмотрим что в этом году нам удастся найти но сейчас там трава растет особо не походишь вон в том логу находилась она там до сих даже камни остались вот такая вот рваная штуковина выпала с резьбой я полагаю что это от керосинки может быть блин ну комары вообще обнаглели а сейчас он пить меня начнет не ну это что такое сейчас он будет сосать на крошку вот наглая все начал кусать авто урод блин мы тут находки копаем нас комары жут чаще всего на копе вот такие находки попадаются крышки от кефира от водки практически везде встречаются в любом месте так что не все монетки копать конечно же большую часть это не показываю то что я нахожу но после каждого копа килограмма таких пробок наверное вечерний сигнал у нас солнце уже близится к закату а у нас находочки идут так чего у нас тут непонятно а да это деньга деньга курица так называемая вот она жил просматривается вот так сейчас помоем посмотрим деньга 1750 года убитенькая к сожалению тут наверно поля травят кислоты всякие попадают нитраты и монеты окисливаются до этого хорошие были когда копал на самом ряду сейчас немножко пониже спустился но она берем все равно находочка приятно друзья у нас сигнал уже спускаясь вдоль поля на поле хожу а то многие будут писать что на поле копаешь копаю вот на границе уже домой иду и у нас сигнал видимо выпахались том году есть монетка 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 походу верховая была сухая вся ухты вся затертая вся затертая чё это у нас полушка до полушка конек просматривается так сейчас помоем посмотрим так чё же у нас там такое полушка к моски монетный двор колыванская me 1780 какой-то год затертая 86 или 83 83 вроде бы да ладно берем чё отличная находка под вечер подошел уже к машине ну решил пройтись вдоль дороги смотрите выкопал сантиметров на 25 сигнал и у меня где-то тут монетка выпала где этот вот она смотрите вот она красотка наша ухты двушечка две копейки оба где ты куда улетела и копейки знать по моим посмотрим две копейки 1894 год николай второй да на дороге здесь видимо закатали ее вся покраснела когда вытащил из земли но 94 год относительно нечастый по сравнению с допустим 16 с 900 им особенно их много 901 902 годов сегодняшний мой коп друзья начался с приключений приключениями конечно их особо так не хочется называть но что произошло собрался сегодня на коп это было уже после обеда время где-то часа 4 складывал оборудование машину смотрю в домах где-то 200 метров от меня который идет огромный клуб дыма я сначала подумал что может быть резину жгут или еще что-нибудь потому что огромные клубы дыма концентрированы очень были я сразу подумал что что-то горит начал собираться по газам подъезжаю оказывается да действительно горит баня только подъехал сразу бабахнул баллон вся эта крыша взлетела газовый баллон оказывается два штуки там стояла бабахнул баллон крыша взлетела аж пепла и на машину начали падать я машину отогнал начал давай там искать ведра уже соседи понабежали сами хозяева даже понять не могли буквально две-три минуты произошло все вспыхнуло крыша горела внутри все горело приступили к тушению хорошо благо речка рядом была огонь и отстояли полностью постройка конечно сгорела вся баня это но рядом стояли сарай хорошо что огонь не перекинулся успели облить это все получил производственную травму пальцы обжег себе все значит палец опух мазью намазал вроде ничего нормально заживет пожарка уже потом приехала потушили это все слава богу отстояли без жертв и без особых таких потерь ну баня конечно сгорела у людей вот такая друзья ситуация ролик прикреплю там что-то удалось мне снять небольшое такое вот вот и и и и и и и пока не работаете Это рябь можно. Чё себе попахнуло? Пристыке было? В баллонах газовых, да? Прибыло, да? Я бы наушники встал, чё-то. Какую, я хуйную, чё-то какую ебёт. Да, в домах, чё-то. В второй раз приехал, не только подъехал. Я бы с дождью вышел на ночь, стою и смотрю, где чё-то попахнуло, а? Ну, чё-то как, чё-то как. Главное, кто пошёл? Потом немного, какую ебёт, ебёт. Главное, нет? Да, нет. Пускай всё равно. Пускай всё равно. Такое ЧП сегодня произошло. Не дай бог, друзья, берегите себя и близких. Ну что, давайте подведём итог небольшой. Сегодня ни много ни мало. На монет 8, наверное, это нашли. Троечок порадовал. Копеечка, вот две копейки. Две полушки нашёл, Екатерининские. Пуговица одна почему-то. В прошлый раз я штуких, наверное, четыре тут копнул. А сейчас вот что-то одна. Ну, место уже истякло практически. Китайскую вот монету военнопленного. Так, Деньга курица. Вот эту, по-моему, не снимал я её, нашёл. Одна, вторая копейки. 1894, вроде, год. Санкт-Петербургский двор. Такие вот монетки, друзья, были. Лайки, комментарии, как обычно, но не забывайте подписываться. Всем удачи, всем пока.